Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу, какие игры я жду в 2019 году. Опять же, список будет субъективным, поэтому обязательно напишите в комментариях свой список игр, которые вы ждете в 2019 году. И да, по всем играм из моего списка, которые имеют многопользовательский режим, будут сходки. Давайте начнем. Первой игрой, которую я скорее всего приобрету в 2019 году, станет Resident Evil 2. Да, я не особый фанат этой серии, не знаю многих канонов, но тот геймплей, который мне был показан, мне очень понравился. И знаете, на мой взгляд, именно такими должны быть все переиздания старых игр, а не просто перерисовки на более четкие текстуры. Кстати, демо-версия игры станет доступна после 11 января, поэтому надо будет затестить и определиться на все 100%. Конечно же, я жду Metro Exodus. Это, пожалуй, одна из самых многоожидаемых игр, которые ждут миллионы игроков. Очень хочется погрузиться в ее незабываемую атмосферу, даже скорее всего придется перебройти первые две части, чтобы по-настоящему заценить сюжет. Кстати, собираюсь брать максимальное издание, ибо ни капли не сомневаюсь в этой игре. Собираюсь покупать с вероятностью 99% Эдзе. На мой взгляд, проект будет прикольным и интересным. Но самое главное, почему хочется купить эту игру, так это кооператив. Да, мне безумно нравятся игры, в которых ты можешь пройти вместе со своими товарищами. Помимо всего, жду Devil May Cry 5. Я играл в демо, и знаете, игруха реально прикольная. Графон, музон, боевая система, все, все реально понравилось. Хоть я и не фанат слэшеров, совсем не помню, что произошло в предыдущих частях, но Devil May Cry 5 мне зашла. Также мне очень хочется посмотреть на кооперативный режим. Это некое новшество в эту серию игр. Для тех, кто не опробовал еще эксклюзивные демо, опробуйте. Игруха реально прикольная, и ссылку на скачивание я оставлю в описании. The Division 2 также в моем списке ожидаемых игр. Но если быть честным, я как-то сомневаюсь насчет нее, и боюсь, что я просто в ней не разберусь, как это было с первой частью. Плюс боюсь, что по каким-то причинам она будет скучной и чем-то хуже первой части. Что очень нравилось в первой дивизии, так это холодный и заснеженный Нью-Йорк. Хоть игруха и не имела графен, как нам показали на Е3, но она была по-своему красивая и атмосферная, и очень надеюсь, что вторая часть тоже не подкачает. В 2019 году без файтинга сидеть не собираюсь, поэтому хочу брать Mortal Kombat 11. Если же игра будет просто копией MKX, но с элементами прокачки, как в Injustice 2, то я скажу Mortal Kombat'у до свидания. Так как Injustice 2 это то же самое, что и первая часть, но с большей кастомизацией, которая дает тебе маленькое преимущество. Такая тема мне не нравится, и считаю, что лучше в файтингах добавить новые комбинации, стили персонажей, самих персонажей, нежели их внешний вид. Также одной из самых ожидаемых мной игр становится Gears of War 5. Очень жду продолжения этой саги, ибо я ее маленький фанат. Безумно влюблен был в четвертую часть, прошел ее раз 7, и очень долгое время играл в мультиплеер. Думаю, пятая часть будет не исключением и станет просто бомбезной частью, так как раскроет многие секреты серии и внесет много нового. Да, я понимаю, что главный герой совсем не брутальный мужик или парень, но так или иначе я хочу узнать, что произошло дальше. Кстати, очень советую пройти серию Gears, если у вас есть возможность. Она подарит реально клевые ощущения, и после прохождения четвертой части вы будете очень сильно ждать пятую, ибо четвертая часть закончилась для меня, ну, реально удивительно. В следующем году буду ждать Battle Toads и Ori, опять же, не фанат платформеров, но эти игры мне нравятся, я хочу в них поиграть. Думаю, что игра про боевых жаб будет на уровне капхеда, кто не верит, просто заскриньте. Поведусь, скорее всего, на хайп и куплю Cyberpunk 2077. Тут я на стороне толпы, и кажется, что игруха реально будет атмосферной, годной и очень масштабной, но опять же, ближе к дате выхода определюсь на все 100%. Также жду проекта Мстители. Да, про эту игру сейчас ничего не слышно, но по информации из сети можно сделать вывод, что игруха еще жива. Если опираться на слухи 2016 года, данную игру должны выпустить между третьей и четвертой частью фильма Мстителей, а значит, осталось ждать совсем недолго. Также в следующем году выйдет третья часть Крэкдауна, и после нового показанного геймплея я как-то огорчился этой игрой, ибо она выглядит в компании, простите меня за выражение, как кусок говна 2012 года. Игруху пилили с 2015 года, а в итоге ничего годного тут по сути не сделали. Да, судить еще рано, ведь она еще не вышла, но что-то все намекает, что игра станет провалом, и пока что-то будет как в State of Decay 2. Игру я покупать теперь не собираюсь, но если на тот момент Xbox Game Pass будет стоить копейки, то все-таки затещу ее. Остальные же игры либо мне не по душе, либо я их особо не жду. Если посчитать, сколько стоят все перечисленные мной игры, то по сути за 2019 год уйдет около 50 тысяч. Короче, надо будет нехило заработать, чтобы поиграть абсолютно во все, что хочется. И это еще только те игры, которые только анонсировали. Поэтому я на самом деле в шоке от списка и думаю, что 2019 год будет невероятно насыщен играми и просто не будет хватать денег и времени, чтобы абсолютно во все поиграть. Но пока мой список желаемого на Xbox выглядит вот так, так как на многие игры предзаказы еще не открыты. И на сегодня у меня все. Если понравился список, понравилось видео, с себя палец вверх и подписка на канал. Также не забывай писать свой список игр, которые ты ждешь в 2019 году. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok